привет друзья это канал moto sancho давненько мы с вами не виделись дело в том что я вот уже третий день работаю но работа у меня такая что нечего показать ничего нового я абсолютно не делаю и ничего такого что достойно было бы отдельного видео и какой-то отдельной темы так вот три дня подряд уже просыпаюсь утром переодеваюсь завтракаю и вперед во двор в гараж вот сейчас сделал небольшой перерыв заварил себе кофе у меня кофе пауза заодно решил записать для вас коротенькое неформатное такое видео рассказать что вообще происходит как у меня тут обстоят дела в каком состоянии сейчас находится урал давайте походим я вам быстренько все покажу дело в том что урал сейчас в полном разборе как видите я полностью разобрал до голой рамы весь мотоцикл кстати когда два года назад ставил центральную подставку и подкладывал резиновые колечки чтобы она не болталась и не гремела на ямах кто-то писал что эти колечки проживут максимум пару тысяч километров ну и вот 25 тысяч километров спустя целые эластичные нормальные колечки рама как видите до сколов очень много много каких-то потертостей краску подняла здесь уже я зачищал потому что здесь бак протер краску и протер металл но в целом в целом все уже готово можно мотовать и готовить к еще одному слою грунта и под покраску маятник тоже сегодня отмыл в принципе сегодня вот расчехлил свой керхер вынес из дома все подключил и отмывал отмывал тут детальки раму коляски тоже разобрал да кстати вот вчера и сегодня чем занимался делал систему тормозов коляски вместо привода через кронштейн через тягу которая здесь под коляской проходила поперек решил сделать привод тормоза коляски тросом почему дело в том что эта тяга постоянно забивалась какой-то грязью и в итоге ее закусывала в выжатом положении тормоз мотоцикла я отпускал а тормоз коляски до первой кочки ехал еще поджатым мне такая ситуация не понравилась решил я от всех этих тяг избавиться и в итоге вот у меня появился здесь регулировочный болт гаечка сейчас пойду найду педаль тормоза и заодно в гараже у меня посмотрим вот коробка моя стоит готовая полностью все собрано здесь у нас висит проводка тоже надо будет посмотреть подумать двигатель тоже готов реактивная тяга переднего тормоза как видите сюда я уже запрессовал полиуретановые втулочки новые и вот у нас педаль тормоза пойдемте к ее примерим ну вот приблизительно так это будет выглядеть здесь будет цепляться трос я думаю найти трос от мотоблока они длинные и по длине хватит до коляски и достаточно прочные значит здесь у нас будет трос вытягиваться на коляске соответственно появился кронштейн тоже для этого троса вот здесь я еще не придумал как буду его крепить но все зависит от того какой будет трос либо с бабушкой либо с регулировочным винтом в общем когда будет трос тогда уже тут доведу до ума в целом же по раме коляски еще много достаточно работы дело в том что я планирую вот эти кольца срезать вровень с рамой и здесь приварить жигулевские моторные подушки резиновые здесь и здесь две подушки или четыре еще не знаю можно с двух сторон на четыре подушки поставить коляску а вот этот вот изгиб днище коляски как видите тут все печально весь этот изгиб будет вырезаться и дно у меня получится ровное останется засверлить только отверстие под подушки изнутри прикрутить колпачковыми гайками через шайбы и сидеть будет удобно и что-то на днище коляски положить удобнее и держаться я думаю тоже будет нормально за коляску еще даже не брался до нее еще ход не дошел точно так же вот крылья у меня стоят задним все нормально все в порядке ну а колясочная вы помните я решил все-таки восстанавливать свое колясочное крыло буду с внутренней стороны его зачищать подкладывать туда заплатку все это заваривать сводить вместе и потом по краю усиливать приваривая изнутри ну что-нибудь вроде арматуры пятерки или пруд какой-нибудь стальной в общем сам край крыла хочу усилить бывает что и здесь они трескаются ну и здесь колеса все сегодня перемыл с колесами тоже непонятная ситуация где-то резину съела где-то нет спицы все облезли все это надо красить разбирать их не хочется скорее всего покрашу так снаружи не разбирая надо еще пересмотреть подшипники как там еще один вопрос вылез у меня с глушителем вот мой стандартный глушитель так называемый огурец как видите вот он здесь снизу прогорел можно конечно это заварить по вылазила ржавчина вмятина здесь тоже вмятины короче глушитель такой уже побитый пошарпанный хотелось бы хотелось бы конечно его заменить и вот буквально сегодня я созванивался созванивался списывался с саней кутузовым это opposite market и насмотрел у него глушитель который называется конус глушитель конус производства кб мтс в принципе недорогой вариант из нержавейки неплохой глушитель единственная проблема в том что их сейчас в наличии у сани нет и виктор николаевич завьялов саня говорит что иногда затягивает затягивает производство то у него материалов нет то работники не работают ну будем ждать как только в наличии появятся буду у сани заказывать буду себе менять глушитель ох столько еще дел столько работы вы себе просто не представляете но в целом можно сказать что я всем доволен сижу сейчас днями вожусь тут с мотоциклом радио включают танюшка выходила недавно говорит как будто и не было этих десяти лет та же самая бандана тот же самый грязный санчо что и когда-то возился с уралом в ожидании сезона вот-вот уже тепло уже можно выезжать а мотоцикл еще не готов да я так задумался а ведь эти были 10 лет тоже неплохие когда ездил на японских мотоциклах когда путешествовал куда-то хотя конечно самые большие грандиозные крутые путешествия были все-таки на урале поэтому наверное он мне так в душу и запал о ну что братцы ладно попью сейчас кофе продолжу работу рад был всех видеть всем спасибо не скучайте всем счастливо всем пока и